Знаете, читаю Библию, и вот сейчас я её начал, думаю, буду читать вот прям с начала и до конца, всё-всё-всё вообще не пропуская, ну и вот так сейчас читаю. Ну, оно Ветхий Завет, я не знаю, как кому, я вот читаю, и ну как-то не хватает чего-то, да, и всё равно возвращаюсь в Новый Завет, уже какие-то послания, да, Евангелие вот это. И, вот знаете, возвращаюсь всегда, ну вот охота вот на горную гробу, вот именно раз там проходит время, читаю, читаю Ветхий Завет, ну вот как-то охота, что-то из Нового Завета, и вот на горную гробу ведь, вот её читаю, вот там всё, вот вообще всё, вот я. И, знаете, так обратил внимание, ну как-то мне говорили, ну говорили и говорили, а когда сам это, на это уже обратил внимание, ну в Нагорной проповеди реально всё, вообще это учение Иисуса Христа, и там реально всё для нас, для христиан, как нам жить, как нам поступать, что нам делать, и вот всё вот в этих буквально там двух-трёх главах, да, написано, и вот вы блаженные такие, блаженные такие, да. Потом он что говорит, что вы предназначение вообще христиан, вы соль земли, вы свет миру, да, ну это мы должны так действовать. Ну много ещё можно чего перечислять, да, он говорит, а сокровище ваше, что, ну, где ваше сокровище, там и сердце ваше, ну это же так оно и есть, да. И не ищите ничего, да, ищите прежде Царствие Божие, остальное всё приложится. И вот такие вот вроде бы простые слова, но они реально действующие. И знаете, вот так читаю, 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 и вот буквально не так давно обратил внимание, седьмая глава, ну всё, вот конец Нагорной проповеди, седьмая глава из двадцать четвёртого стиха написано. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. И, знаете, вот обратил внимание, что Иисус Христос учит, Нагорная проповедь учит людей, да, Он говорит своё учение, и в конце вот этого своего учения Он такой подводит, Он подводит итог, и говорит, и так, да, подведение итога. И я вот так задумался, знаете, задумался, я сейчас расскажу сначала историю одну. Тут не так давно довелось в Москве, там, ну, в самой Москве побыть, там, в Подмосковье, в двух или трёх, наверное, городах в Подмосковье. Ну, и было и общение, благовестием там занимались в городе Троицке. И там было общение одно у меня с братом, да, ну, я сказал, что я с реабилитацией, да, вот как-то Бог меня так привёл в реабилитацию, я прошёл там, такой путь у меня, ну, как бы был, так маленько засвидетельствовал. И он мне историю рассказывает. Он сам уже там в каких-то там, не знаю, в нескольких поколениях верующий, и вот живёт, он, многодетная семья, трудятся, они там в пении, вся семья, он сам в пении, да, там, регент, ну, всё, слава Богу, да. И он мне рассказывает историю, у него друг, они вместе выросли, и, знаете, он, они вместе росли, и он говорит, я знал, вот я подрастаю, я вижу, у старших братьев есть этот велосипед, и вот этот велосипед, он будет мой. Потом я подрастаю, я вижу мотоцикл, и я понимаю, что этот мотоцикл, он будет мой. Потом машина, я знаю, мы росли так, и мы знали, вот эта машина, вот этот дом строится, это нам, вот этот вот семейный бизнес, мы туда войдём, и мы, ну, и понимаете, он так мне рассказывает, и говорит, и у нас вот оно вот так, мы живём, да, и мы знаем, мы наперёд, что вот это, вот это, вот это, мы там, ну, вот, вот мы всё наперёд знаем, и что мы там получаем. Мы учим, и что у нас будет, и все, вот такая жизнь. И когда уже будучи взрослые, уже дети, уже выросли, у них они так идут рядом, ну, друзья с детства. И у этого друга сын, ну, связался с какой-то там компанией, начал употреблять наркотик. И все, они, все рухнуло. У них в поколениях идет вот эта их жизнь размеренная, все расписано по полочкам. И тут вот такое горе, знаете, там врачи, все, ну, ничего там не помогало. И потом обратились в реабилитационный также центр, и Бог вышел на встречу там, ну, у этого братка, ну, все, он как бы пошел за Богом, остановился, бросил этот грех, да. Но отец, увидев это, он начал все свои финансы, он открыл очень много домов вот этих реабилитационных. Он туда, все деньги, все туда, вот все туда вообще отдавал. И вот мне этот брат говорит, говорит, ну, а зачем? А зачем, он, говорит, это делает? Выходы, ну, как бы столько вложений, столько всего-всего-всего, а они пришли, переночевали и ушли. И я вот смотрю на него, знаете, так, ну, а что я ему скажу? Ну, я сам выходец, да. Если в свое время, в 12-м году, ну, Бог меня как-то вот не встретил на этой лавочке, где я там сидел один, ну, я бы сейчас и здесь не стоял, не было бы семьи. И, знаете, и много, и много таких, тысячи таких, миллионы людей таких, которые Бог вот нашел и через это служение, ну, спас, да. Ну, многие уходят, да. И я вот сижу, ну, я не знаю, что ему сказать. Вот, ну, правда, не знаю, что сказать. Я говорю, ну, слушай, я не знаю. И он мне начинает говорить, что вот эти деньги можно было туда пустить, туда пустить. Вот что-то рассказывает мне, знаете. Я так сижу, я думаю, ну, знаешь, я говорю, ну, твой друг, он пережил. Вот он пережил. Он знает, он знает то, что нам Иисус говорит. Он знает ход служения. Он знает, как себя поступить, как одеться, как что сделать, да. Но пришел тот момент, подул этот ветер, да, накатили эти бури в его жизни. И вот, ну, и все. И сломалось его на все это основание. Он не знал, что делать, да. И, ну, вот это трудная ситуация. Он ее пережил. Он ее пережил. И увидел как-то, наверное, что-то другими глазами. Знаете, ну, так побеседовали. И вот сейчас я что зачитал, знаете, и вот это основание. Вот это основание. Песок и камень, как здесь Иисус оставляет вот это нам слово свое. И я так размышлял, и, ну, это мои размышления. И, знаете, вот этот песок я взял так, что это какое-то научение. Это, наверное, знаете, можно принять это для себя, что мы слышим, мы видим, мы это все понимаем. Мы знаем, как это поступать, да. Ну, вот этот и есть, этот ровный песочек, на котором что-то строится, да, наше строение. Но камень, камень, это, знаете, это все-таки что-то, что-то пережитое. Это, это то, что действительно закалило нас. И вот этот вот песок, это хороший материал для того, чтобы, для строительства, да. Я сам строитель, я понимаю, что я не сделаю бетон без песка. Но цемент с песком, и вот этот цемент, я, ну, для себя так, знаете, ну, это, наверное, практическая часть. Вот она есть теория, да, вот эта теория, чему у нас научили, вот этот песок, да, он ложится, да, он тоже нужен. Но если нету теории в жизни нашей, если мы с чем-то не соприкоснулись, а где-то и соприкоснулись, ну, да нет, мы это не хотим, и отошли в сторону, знаете, ну, ну, нету вот этой взаимосвязи. И вот, Господи, помоги, Господи, помоги нам слышать Слово Божие. Господи, помоги, дай нам способность вот это применять Слово Божие на практике, знаете, чтобы вот это учение и практика, она вместе, и тогда основание, тогда камень, да, и тогда эти ветры, тогда какие-то колебания в нашей жизни, какие-то ситуации, ну, мы уже твердо стоим, ну, мы уже твердо, потому что есть тот опыт, есть-то уже, может быть, пройденные какие-то вещи, которые, ну, нас укрепили, утвердили, слава Богу. И, знаете, такой вот пример, тут же дальше, восьмая глава, восьмая глава Евангелия от Матфея, вот так начинается. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа, и вот подошел прокаженный и, кланясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерший руку, коснулся его и сказал, хочу очистить, и он тотчас очистился от проказы». И, знаете, вот это Нагорная проповедь, он стоит на горе, он говорит свое учение, и когда он спускается, знаете, идут люди, все, и мне вспоминается такой момент, много лет назад я слышал одного, ну, не нашего, даже не из России, там, за границей проповедник, и он такие примеры приводил, вот в этом, в Израиле, да, он на этой горе, там такой эффект интересный, он стоит на горе, он просто разговаривает, а внизу это все прекрасно слышно, как будто он рядом, там какой-то звуковой эффект. И вот, ну, я, и мне это очень сильно запомнилось, знаете, и сейчас рассуждая, я вспомнил этот, ну, вот этот эффект, когда он говорил. И вот этот прокаженный, вот этот прокаженный, если мы читаем, и мы понимаем, он спускается, но он слышал это, он слышал эту Нагорную проповедь. Он этот прокаженный, который должен быть где-то в стороне, он не должен быть в народе, да, он слышит эту проповедь, и мы читаем, и видим, и он подходит, он подходит, несмотря вообще ни на какие обстоятельства, несмотря на то, что он не должен там находиться, да, но он слышал, он слышал, он это принял, он себе это переработал и принял, и поступил уже как практическая часть, потому что можно просто услышать и остаться с этой информацией, но он должен быть тот шаг, той практический шаг, где мы услышали, переработали и начали это уже производить в практике. И он подошел и говорит, ну, если хочешь, очисти меня, знаете, ну, покаяние, покаяние, он признание того, что он грешен, и, Господи, помоги, помоги нам всем, знаете, я вот такой пример привел этих двух братьев, двух друзей, да, ну, такой серьезный пример, но как оно бывает и в нашей-то жизни, ничего вроде бы серьезного, да, ну, где-то что-то и увидел, но не среагировал, ну, человек, нуждающийся в помощи, да, идешь, ну, нет у меня времени, знаете, ну, и прошел, а вот она, она практика, вот она практика, Иисус нам говорит, ну, чтобы мы обращали на это внимание, чтобы мы были светом, чтобы мы были солью, да, ну, какие-то банальные вещи, оно не надо глобального ждать чего-то, а вот именно чего-то вот нашего житейского, в каждом дне мы это видим, в каждом дне мы закаляемся, но также мы в каждом дне можем и пропускать это, вот именно эти практические вещи. И знаете, охота молиться, охота молиться за то, чтобы, Господи, дай нам эту способность видеть, слышать и все-таки применять. И даже где мы, вот этот прокаженный, ему надо было, знаете, признать себя грешником, признать то, что он виноват, и подойти, вот это, знаете, покаяние, и сделать этот первый шаг, он его сделал, Иисус вышел навстречу, он его очистил. И знаете, порой нам внутри, вот где-то внутри там, тоже надо в своих каких-то вот вещах, ну тоже сделать шаг, тоже, знаете, в чем-то признаться самому себе сначала, ну мы-то знаем себя, но это Богу надо сказать, Господи, ну я не могу, ну ты помоги. И он выйдет навстречу, Господи, и вот давайте помолимся, чтобы мы слышали этот голос и были честными перед собой и перед Богом. Аминь.